приветствую всех кто будет смотреть это видео я думаю на весну это уже последняя работа не знаю как будет летом смогу не смогу выставлять работы но я планирую уехать где-то месяца на три так что думаю что это будет последнее видео вот именно на данном этапе потом я буду работать летом наверно скорее всего делать там всякие рукоятки резные видео размечать не смогу не знаем посмотрим как получится пока вот то что мы получили сегодня здесь но в общем первым классом добиралась очень быстро очень быстро открываем очень хорошо упаковано здесь наверно удивиться когда найдет что здесь прислали я даже не буду сейчас говорить интересно будет увидеть и почему прислали сейчас объясню а еще один вот этот покажу сначала нет нет а вот это прислали вот это вот он все как было прислали только по одной причине кто заказывал мне вот этот нож хочет анодировать это медведя под цвет чтобы был золотистый как эти следы также возможно всю плашку ты из анодировать и убрать вот и здесь как бы снег у меня вот я делал эффект снега такого приметели вот эффект убрать здесь внизу тоже и все собственно чтобы идея плашки были примерно одинаково цвета вот вот поэтому прислали он обратно принципе я сказал что это не проблема можно присылать так что вот он есть у меня здесь обратно так что вторая серия будет с ним а вот это вот это уже работа уже такого именитого ножевого мастера я вам к сожалению фамилию сказать не скажу потому что не знаю человек захочет не захочет я просто не знаю а у них его у него сантьяго это нож-змей нож-змей очень интересно сделан выполнен он такой тоже ножевой именитый мастер очень-очень интересный экземпляр я в принципе хотел себе такое заказать но к сожалению у меня не финансов не времени на него и очередь у человека очень большая очередь так что заказал но другие более такие доступные принципе если там в общем мне даже не знаю что сделать не обговаривалась пока ну в общем я так должен был получить посмотреть и сказать что я думаю в общем что здесь можно разместить но буквы называется сам нож-змей все идеально ну вот он по центру очень плавный ход не знаю подшипники скрыть не знаю да скрыть с карбоном карбон очень интересным очень красиво у нее такой эффект не знаю потому что подсвет такой у него как будто волокна коричневые черные сама вот это основан не знаю такой эффект интересно синий или не синий на синей не количество не знаю цвет интересным то ли 7-й тури коричневых или синие здесь можешь коричневый очень интересный эффект и так вот очень человека логотип здесь такая вот текстурка честно говоря такую текстуру не видел на ножах как вот-то бывает мятая бумага вот когда ее разгладишь примерно такой же эффект вот пищевая бумага которая бывает коричневой для печки для для печенья всяких тех вот например такой же эффект так нож нож хороший большой давайте его взвесим посмотрим как он тут 160 или на такие весы которые сейчас показывать это не знаю но ка этот перетачил затачивал весь и потерял 160 так 150 в общем все посмотрим какой он длины я вам сейчас так не скажу довольно таки интересной длины довольно таки интересно длины я так скажу отдельно рукоять отдельно 108 108 рукоять самых дальних углов это 130 425 миллиметров сухарик ты ну в начале как любят люди здесь винты видны ну и штифты то есть не по моему это штифты скрытные не знаю помда или так как обыграно из полоса есть скрытые штифты можем надо разбирать смотреть что тут есть давайте разбирать будем посмотреть вот китайские очень у меня такие да вот они очень нехорошие сейчас я сильно и ставлю не хорошо они портят внутренней внутренностью этих винтов поэтому я ставлю на ювелирные тиски ювелирные тиски они лучше откручивают закручивают ну как здесь у него нет вот вот не прокручивается в общем есть прокручивается здесь уже нет в принципе такой можно заказать есть соответствующих магазинах интернет-магазинах думаю не проблема такой купить сейчас здесь будем собирать при каждой работе когда открываю такие вот сосок детских накладешь чтобы потом не терять это все я буду очень долго это все разбирать чтобы не нарушить эти все я медитирую когда разбираем все таки это синий цвет на иди тут просто под лампой не видно непонятно это синяя под этот было основа такая что такое здесь может так может так сильно непонятно я сначала потихонечку начинает крутить чтобы первым рывком не сорвать в общем кто будет рад если испортит вещь который человек жалко какое-то время этот пять минут не жалко будет они не умею монтировать видео так что если не нравится там можно просто пролистать быстренько я не посмотрел надежность это проблема облегченная клипса пескоструйная здесь не запуска стоит сверху пескоструй а вот как наверно сделаем и потом наждачная бумага ну да это да я просто не видел к если честно именно чисто такую поверхность именно так выполнено мне интересно стало ну понятно что наждачная бумага как это сделать изначально очень смотрится интересно это необычно это я все запоминаю для себя так конечно медленно все понятно вот это вот мы откручивать не будем я думаю будем вот это выкручивать сюда подойдет самая большая это большая нет нам нет все же надо раскрутить если здесь подшипники то так не будет или и что не а что тихо 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 это чушь такое подшипники таких я не видел так у меня опыта мало что я тут вижу на себе дома в общем это я потом отложить должен буду сейчас надо упаковать сразу на салфеточку будет и скотчем перемотать это получается у меня замковый подшипник замковый подшипник запишем я записываю на всякий случай чтобы потом на свое место их ставить буквы буквы Z интересные плавники вот это я никогда не видел чтобы сделано было такой интересный плавник для стоп стопорного как бы захлестывает сверху интересно интересно облегченный тут есть вот сухарь стопорный убираем стопорный сразу стопорный наберешь стопорный 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 Вот так вот откручу, не поддается смотри на него, в общем потом вытащу, не знаю сейчас волнуюсь Закрываем все, все на месте, шарики не выпали, ничего не испортилось, закрываем Это на каждую работу абсолютно надо делать, потому что не на рукам одну вещь потерять Так, теперь все Ах ты ж Держится Делом они так свободны, а нет они, нет они свободны Нет, нет они свободны Так вот этот, ну тут замковый обозначен, этот обозначен просто лицевым Так, все на месте, закрыли Так, скотчу примотали Теперь интересно просто взвесим А, там, подождите, как он режет, я вообще посмотрю А то я посмотреть то посмотрел, а как режет Тут реально бумажки даже нет Тут реально бумажки даже нет Вот стигри Он с таким, знаете, подтягом режет У него такой уголтелый, такой раз, а он так вот Оп Да, интересно режет Так, вес у него одного оттенка клинка Так, все убираем Чтобы не мешалось 58 Отдельно замковый 48 Отдельно с осевым 29 Ну оставшийся уже пойдет на карманчик В общем, сейчас это выкручу Это вытащу Откручу Сухарик В общем, вот что мы имеем Нам надо сделать На тему этого, ну, название этого ножа Змей Что-то связано с рептилиями В общем, на этом остановимся Спасибо большое, что смотрите Всем здоровья Пока